Доброе пасмурное утро! Перепроложить. Пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Вот как данный комплекс выглядит в нем. А вот та машинка. Наш газончик, да? Начинаем наш очередной трудовой день. Майский. Ой, какой майский. Уже июньский, господи. Потерялся во времени. Или проложить. На номерах еще. О, 555. Р-55. Вот ну и ну. Вай, красавчик. Какой стоит на поставлении. Или проложить. Просто не подумали, было сводкаться сходить. Время 9. Начинаем движняк. Тут и какой у нейтрал, смотри. Явно по бездорожью теряется. Ну, нефтянку какую-нибудь. G500. Гребенка. Огонь аппарат. 5,7 метра. Ну, не такие оси. Ну, это точно. Куда-нибудь туда. Севербайказ. Да, да. Севербайказ для него это пыль. Туда Мараткус и не гонял. Ездит коллега. Начинаем дальше. Сколько нам сегодня до места? Километров 750. От 800. Поверните налево. Будем ехать, будем думать. А едем до места, не поедем. Есть там, где нам перекантоваться ночь. На следующем повороте поверните налево. Ладно, рано думать. День только начался. Поверните налево. Через 160 метров плавно поверните налево. Затем едьте на дорогу с таковым движением, а затем съедьте, используя первую съездку. Пали как пшеницу продавшие. Бутильник звонит, а реакции ноль. Плавно поверните налево. Дождик ночью. Там чисто, тут не чисто. А, налево, говорит, что там, ну справа туда ездят. Вообще, стой, стой, стой. Я уже, наверное, смотрю. Там кто-то ехал. Уже стоит. Сейчас чисто. Маленькая, да? Ночью дождик так сплавился. Так смачно барабанил по крыше. На дороге, круговым движением съедьте, используя нервы съезд. Заболтали. А где полицай? Тут как можно полицайские простоят. На дороге, круговым движением съедьте, используя нервы съезд. На колечке на этом. Там макет стоит. Макет стоит? А, точно. Хитрый макетов понаставили, по незнамке. Типа пугаешься. Продолжаем движняк на запад. Все ближе, ближе, ближе. Можно сказать, уже дома тут. Тут уже осталось. Брал перебежать и мы дома. 94, это, например, Калининск. Классно, зато не жарко, хорошо. А то ночью приходится автономку по утру включать. Жару еще хуже. Лучше пускай так будет. Странцов, включись. Что вы мне скажете? Что тут скажут? Вероятно. Реклама не замолкает, поэтому она выключена все время. Сколько тут визель дизельна. Были. 48,67. Влазиме 50 с чем-то было. Там фирменный ВП. Это тоже фирменный, с флагами. Наверное. Покатили долей. По бескрайним просторам Российской Федерации. Это чушь, они бескрайние. Это факт, который необходимо признать. Так, сразу по-кому-то уперлись. По зиму. Говорит, хороший друг Дима чих-пых. Догоним. Тун-16. В принципе, разгоняется более-менее. Точнее, 20-ка, а не 20-е. Магнит куда залез. Не буду на стоянке спать. Буду здесь спать. Вот они любят куда-нибудь заныкаться. В поле какое-нибудь. В Челябинске будет обвинять газельку. Сейчас мы спорим. Перед ним идёт. Вот здесь вперед, где окошко. Нет, у нас пропускает. Там становится. О, бесчистые. Может быть, что-то никто не боится из-за ула. По сходу газельку взяли. Это не газелька. Фунденчик. Погнали. УАЗ. Ну, не Патриот. Ты какой-то вообще самый первый, наверное, а? 69. Нет. Не самый пилот. 400. 469. Как он двигался. Тюкалинск. Тюкалинск. Это плайнник с Арбайтом. Трава крутит. Все вокруг. В воде. Вокруг Тюкалинска. Ну, забор поставили. Раньше не было. Еще тут, помню, какой-то местный сельбо ходил. Останавливался. Где-то здесь. Большие уки. Спокойся. Не надо терть сухое стекло. Через 100 метров съездите на статус с круговым движением, а затем съездите, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Вот и Тюкалинск прошли. Это нам-то крутинки. Решили мы туда зарулить. Порядок себя привести. Душа все дела. Добрались. Через один километр едьте к дороге стекло движения, а затем съездите, используя второй съезд. Подожди, это с одним километром. Дай душ сходить. Через часов поездить. Да, да, да. Дай душ сходить, покупаться. Чего внутрь заезжать? Да, ну, вот. А где тут заезд? А вот сюда, глянь. Здесь проезд есть? А, да, да. Уют парк. Поехали, мы на дороге стоять. Да, да, точно. Позанимали. Магазин, кафе. Нам вот сюда. Парикмахерская не видно, да? Спросить. А нет, было бы написано. Жаль, 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 жаль. Может, парикмахерская работает? Постричься, а то уже зарос как мамонт. А вот там, где-то, где-то запихаемся. Между Делкой, где-то, 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 где-то. Какой-то. Может, и запихаемся. Какой-то, где-то ходить. Можно вообще вот там вот встать. Бордюра. Да, туда внутрь гнать, далеко идти. Берегло. Здесь вот поставим на бомбарду, правда, чтобы не упереться. Даже часовня такая там. В повороте налево. Да, жалко, что парикмахерская нет. Ну, ладно, будем в этом искать. Может быть, там работает? Туда, куда мы ездим. Там пойти, посмотреть. Да ладно, я не буду просто далеко назад вставать. Да еще. Все, пускай стоит. Симпатичная часовенка. Московский патриархат, Тарская епархия, часовня святителя Николая. Здесь крутенький. Не обращал внимания даже, что она тут есть. Сборы на помывку. Как наш лайнер поживает. Тюмазый. Большая стоянка. Здесь вай-фай на стоянке везде тянет. Вроде все хорошо. Внутрь заглядывать не буду. Ничего не гремело, значит, все нормально. Готов? Пошли купаться. Все цивильно. Все аккуратно. Все красиво. Там дальше зеркало снимать не буду. Пока парикмахер работает, что можно мы сейчас постригемся заодно. Ну вот как-то так. Все тут аккуратненько. Все огонь. Будем полоскаться. Вот совсем другое дело. Можно и на камеру показаться. Обрился, постригся. Я же тебе говорил, что это джентики. Ну. С польскими канистрами. Все, сходили, взяли обед. Сейчас пообедаем. Уже, наверное, сразу. И поедем. Ну что, а вот и область, которая Тюменская. Здрасте. Вот мы и в Тюменскую заехали. Минус час. Это что, транспортники, что ли? Какие-то дорожники. Дорожники? Раскраска. Раскраска, как у транспортника. Желтенькая полоска такая. Да, дорожная служба. Ну а что, у них же тоже такая желтенькая полоска. Уже, да. Сейчас нам еще минус час. Вообще красота. Почти уже на московское вышли. Нет, ну в натуре, раскраска-то везет, а у них что-то такая желтенькая идет. Только у этих там еще наверху какие-то мигалки, а тут не было. Так, считай. Прям как. Что-то, когда не летишь на. Чеха. И шуми. И шуми. Для себя. Все, выгнал на пассажирской. Грибин на пассажирском надоел, говорит, не забывай. Ей, там. Пой сюда, говорит, смотри, пока дорога ровная. Кошмар. Купай. Снимайся, блин, этими ютубными делами. Да, да, да. Народ требуется. Где видео? Где видео? Вот тебе выделил свободное время. Пока дорога есть. Да, пока дорога позволяет. Сейчас до березки посмотрю по сторонам. Тут опять какие-то маленькие. Нальневосточные. Ну, похоже, да. А рядом большие уже. Сорт дальневосточные. Почти европейские. Сорт дальневосточные. Ну да, как там. Очень похоже. Что си, Ешим как разлился. Только что его пересекли. Вон он справа. Все залито вокруг водой. Уже, по идее, паводка не должно быть. Июнь месяц. Что си, все луга залит. Вы как-то коровенки туда пробрались. Видим, наверное, море по колено. Нет, ты их там уже отрезала. Да, неплохо. Смотри, как все залито. Что я ехал, по-моему, поменьше было. Там и в Аббатском уже. По-моему, когда я сюда ехал, было меньше здесь воды. Тоже было залито, но не так. Да, прям не речка. Прям мокиян уже какой-то. Интересно, в самом Башими как-то. В самом Башими, ну, будем ехать. Там же наводнение было уже разочек. Подъедем к Аббатскому, посмотрим. А это у нас Аббатское. Аббатское, Аббатское. Тоже магниту не смотрелись. Ну да, эти же уже бегают здесь уже все это. Магниты здесь уже в полной программе. Да, не по-детски разлился. Пельмени кушать не поедем. Не надо. Некогда. Что, некогда мы поели. Тут опять проголодался. Нет, 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 нет. Я сюда ехал, ушел. Только что же поели недавно. Пасть пока. Еще. Столько здесь сегодня не заработали, чтобы уже проели. Кафе новое. Заезжают. Капочников собралось сколько? Сходка? Сходня. Возле Ишима вон тоже все луга залиты. Превратились в озера. Местное пастбище. Дедеревушки, по-моему, не дошло. Лава, да? Такие дедеревушки не дошло. Почти. Не, ну дай бог. Вот по-другому. Тут же Ишим рядышком. Поровое, паровое, паровое. 1720 год. Вон Ишим на горизонте. Я сам Ишим-то, наверное, нет. А тут, видишь, как вот прямо шел сюда, позаходило. Ферма, он стоит. Ну, ферму вроде не коснулась вода. Почти. Ай, как на полоострое. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошая вода, хорошая поднялась. Хорошо Ишим дал. Уже июнь, казалось бы, давно пора пойти на убыль. Я вот не помню, как в каком месяце было наводение здесь. Ну, тоже не весной. Я что-то не припомню тоже. Но воды до хрена. Смена пажеского караула. Ой. Произошла в городе завод Уковск. Вернее, на выходе из него. До свидания за воду Уковск. Проедим 91 километр. Так, какой план действий? Сейчас мы валим на Сканию и Тюмени. 115 километров до нее. Забираем там три канистры от Блю. На топ-лайне решили не заправляться. Часто приказал рвать с него когти. Не доверяется позапрошлой зимы. Всем каким-то другим заправкам, кроме Лайтскаевских. Поэтому заедем, заберем от Блю. На Сканию и Тюмень. Потом обратно вернемся в сторону Тюмени. И уже пойдем на наш Туринск. В общем-то, Тюмень-то она вот уже. Пару поворотов. Ялутуровский Тюмень. Ялутуровский. Снять сюда. Здесь дорога хорошая. Дышим мы сюда. Катись и катись. Транс топлива. 39,50 и ни одной машины. Хорошая, наверное, тут была. В Тюменье, наверное, если заправишься, не доедешь отсюда. Желменский район. Так. Тут так напугали, сказали. Такие два сверстких постача стали. Прямо вот даже еще не успел остановиться уже, говорит, мордой в пол. Я спа смотрю. Тем более будем кататься сейчас. Мимо этого-то ладно, а мимо того-то специально. Конечно, на Сканию едем. Нам-то туда не надо, в ту сторону. Нам нужно съездить с Сканию. И мы не доезжаем на посту. Доезжаем. Да, да. Сбезной съезжаем. Едем по спорю. А этот здесь, Кира. Здесь? Да, по-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Просто неслишь, что ли? Не, стоим. Ты говоришь, ну, будка тут стоит. Отель? Отель, да. Ты посмотри, какой он. Ничего себе тут у них халупа. Серьезный такой, да. Ты говорил, будка у них тут стоит. Я перепутал с другим. Да, у них тут серьезное такое. Здание. А что, не будка, что ли? Большая будка. Дерьм, нет. Давно еще, не знаю. 2004 год, наверное. В Узбекистан поехали. Ну и ставят в Ташкенте на таможне. А там парняги на немецких номерах, ну, Брестские два, рассказывали, говорит, поехали, говорит, в Таджикистан. Что-то они какие-то медицкоменты повезли там на какую-то базу. Ну, суть не в этом. Короче, едут, говорит, по Таджикистану. Говорит, стоит туалет какой-то. Останавливают в этом туалле. И, говорит, ну, останавливают менты. Подходит, он, говорит, или 4, говорит, бородатых с автоматами. Полковник, милиция там, что ведем? Ну, они там медикаменты там, туда-сюда. Пошли смотреть. Врат, говорит, как смотреть? Пломба, таможенный груз, там все. Таможня только может смотреть. Говорит, полковник, таможня, пошли смотреть. Говорит, а рядом, говорит, бородатые, говорит. Они, говорит, только по-русски два слова знают. Деньги, давай. Все, говорит, больше ничего. Говорит, решили вопрос, конечно. Ну, это 2000, там какой-то год-то был. Начало двухтысячных. Говорит, полковник, милиция. Полковник, таможня. Пошли смотреть. Да, в те времена интересно было ездить. Сейчас не так. А в те времена хватало приколов. По-гандински как будто поселок. Может, Сюменьево на нас уже. Точно уже. Два поворота и Сюменьево на нас уже. Я не знаю, начнется. Да, мне тоже в этом, в Таразе, туда. На посту. Коробок, шорты за судно, говорит, доставай. Сначала деньги давай, я говорю, нет денег. Коробок, шорты за судно, говорит, доставай сейчас. Он говорит, за упакой. В конце конфеткой угостили, отпустили спирт. Коробок достал он у меня с кармана. Я не доставал. Там долгая история. Данец расскажу. Может, срестов. И консулу там типа звонили, там и что только нельзя. Они на пункт пролим, и мы их на пункт пролим. Хватало тогда веселья. Субтитры сделал DimaTorzok